Оружие достаем. Задержанный 47-летний мужчина явно нервничает и пытается уничтожить улики. Но у него ничего не получается. Представители общественной организации охотников и рыболовов Солонежинского района Вольница уже знают хитрости жуликов, а потому все происходящее снимают на видео. Карабин СКС. Смотрим, батрон стрелянный. Тише, тише. Положи, положи, не хватайте. Разрешения на охоту нет. Кроме того, у задержанного не оказалось при себе и документов на оружие. О том, что сельский житель выехал поохотиться, свидетельствует еще один предмет, найденный в автомобиле. Там прибор свечения. Где? В машине. Для дальнейшего разбирательства на место вызвали опергруппу. Сам местный житель понимает, что является нарушителем и теперь за свои действия ему придется отвечать по закону. Что-то, ребят, вы совершенно плохо себя ведете. Фактов браконьерства на территории Солонешинского района за последние годы существенно стало меньше. Так называемые нелегалы просто боятся, что их поймают и привлекут к ответственности. Представители общественной организации «Вольница» на своих гектарах обидеть дикого зверя никому не дадут. Особенно сейчас, когда косули ждут потомства. Территория у нас очень большая. И объезд территории мы проводим вообще ежедневно. То есть у нас охоты инспектора наши, они проживают у нас не в одном населенном пункте Солонешинского района, а в разных населенных пунктах. Это то есть разбиты по разным частям наших угодий. И поэтому егеря двигаясь на работу, после работы, во время проведения рейдов, все отсматривается, все отслеживается, все фиксируется в специальных журналах егерских. В ходе проведения рейдов досматривается каждый автомобиль. О том, где и в какое время выставлять пост, решает только председатель. Патрулируются не только дороги общего пользования, но и те места, куда можно добраться только на спецтехнике. Охрана все равно налажена, боятся все равно сюда, как бы, со снегоходами приезжать, так вот, чтобы вольготно охотиться. Знают, что и производственные охоты, чьи инспекторы в охотхозяйствах работают, и полиция, мы, соответственно. За незаконную добычу можно получить реальный срок за решеткой и солидный штраф. Не так давно в суде Солонешинского района огласили приговор местному жителю за незаконное хранение оружия и подстреленную самку сибирской косули ему назначили наказание два года и шесть месяцев лишения свободы условно. Кроме того, осужденный выплатит штраф в размере 170 тысяч рублей. И это не единственный приговор, вынесенный судом в отношении браконьеров, пойманных в Солонешинском районе. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. День с толком. День с толком.